В прошлом видео мы говорили о том, что не так с сюжетом второго Last of Us. А теперь расскажем, как должна была развернуться эта история на самом деле, опираясь на свежее интервью Нила Дракмана и сценаристки игры Хейли Гросс. Пойдем по хронологии сюжета. Гросс говорит, что возможность сыграть за Эбби добавили в пролог, чтобы игрок успел почувствовать к ней симпатию до того, как она убьет Джоэла и однозначно пропишется в категории врагов. И это логично, потому что первое впечатление играет громадную роль, и отбелить человека, убившего твоего друга, гораздо сложнее, чем оправдать друга, который кого-то убил. Другое дело, что Дракманс Гросс резко переоценили свой талант и харизму Эбби. Они считают, что достаточно показать, что Эбби боится высоты, и что у нее непростой роман с Оуэном, и игроки немедленно проникнутся к ней симпатии. Разумеется, этого недостаточно. Более того, мы с самого начала знаем, что Эбби враг, потому что уже с первых минут экранного времени она строит планы, как причинить вред обитателям Джексона, где живут Джоэл и Элли. Так что ни о какой эмпатии тут даже речи быть не может. И в середине игры, когда мы вновь берем под контроль Эбби, мы не ощущаем, что возвращаемся к хорошей старой знакомой, как того хотели сценаристы. Мы играем за убийцу Джоэла, со всеми вытекающими. А ведь нужного эффекта вполне можно было достичь, если просто переставить кампании местами. Скрыть, что Элли вообще есть в игре. Скрыть, что Эбби исцекат. Для игрока, который только-только запустил игру, это должна быть история Эбби, обычной девушки, у которой бандиты убили отца, и теперь она идет им мстить вместе со своими друзьями. Сделать ее кампанию опять в стиле Роад Муви, чтобы по пути ты проникался искренней симпатии к Эбби и ее спутникам. И вот тогда сцена с Джоэлом будет гораздо более неоднозначной. Плюс помните ощущение, когда, играя за Эбби, приходилось избивать Элли? Если бы сценаристы справились со своей задачей, нечто подобное мы бы испытывали при игре за Элли каждый раз, когда убиваем одного из друзей Эбби. То, что путь Эбби в Джексон нам не показали, вдвойне странно, поскольку у всех сценаристов есть железное правило – писать про самые важные события в жизни главного героя. Для Эбби убийство Джоэла было кульминацией. Об этом говорит и сам Дракман. Но вместо того, чтобы показать путь к этой кульминации, он показывает ее последствия. Вернее, говорит, что хотел показать, как Эбби корежит и ломает после всего этого. Но по факту убийство Джоэла корежит кого угодно, только не Эбби. Раньше она могла думать только о месте, поэтому изнуряла себя тренировками. А теперь у нее есть время поиграть с собачкой, пошутить с Менни, вернуться к своему роману с Оуэном на худой конец. То есть после мести ей стало намного лучше. И детей апостатов она спасла никак не из-за угрызений совести. Тем более, что за несколько часов до этого на страдания культистов ей было глубоко плевать. И к мести как таковой у нее в итоге ни малейшего отвращения не сформировалось. Вечером третьего дня, обнаружив труп Оуэна и его беременной жены Мел, Эбби тут же помчалась мстить Элли и довела бы задуманное до конца, если бы не внезапное вмешательство ее друга Серафита. Одним словом, никакого роста Эбби как личности в Сиэтле мы не видим. Зато при следующей встрече с Элли, уже в Санта-Барбаре, она вдруг готова сдаться без боя. Почему? Тоже непонятно. Если ее сломили в рабстве, так покажите нам это. А так получается, что на экране мы видим только филлер, в то время как все ключевые события жизни Эбби происходят где-то далеко за кадром. Что касается Элли, то по мнению Дракмана, фишкой игры должна была стать зеркальность и цикличность мести. И действительно, потеряв Джоэла, Элли, как в свое время Эбби, запрещает себе даже думать о чем-то кроме мести. А ее отношения с Диной рушатся, как рухнул роман Эбби и Оуэна. Зеркальность проявляется и в другом. Эбби очень похожа на Джоэла по всем фронтам. Она хладнокровна, уверена в себе и не рефлексирует по поводу своих поступков. Как и Джоэл, в бою она полагается не на ловкость, а на силу. И как и в первом Last of Us, к ней волею случая прибивается девочка-подросток. Впрочем, на самом деле не факт, что эти параллели умышлены. Возможно, Дракману и компании просто не хватило фантазии. Но вернемся к Элли. Ее компания в Сиэтле должна была длиться 5 дней, а не 3. За это время Элли должна была в том числе попасть на остров к культистам Серафитов. Если посмотреть на компанию Элли, там есть вполне прозрачные намеки, что культисты целенаправленно похищают беременных женщин. Так что, возможно, культисты должны были похитить Дину, а Элли бы ее выручала. Заодно она хотя бы что-то узнала о Серафитах, потому что в финальной версии она их встречает всего пару раз, и для нее это просто какие-то странные люди в коричневых робах. Впрочем, и при игре за Эбби культисты тоже раскрыты из рук вон плохо. Из записки на КПП мы узнаем, что псы когда-то убили их пророчицу. Почему, зачем, неизвестно. Об этом никто не говорит. Мирно культисты и псы существовать не могут. Любое перемирие быстро нарушается. Почему? Нам опять-таки не говорят. Может быть, это религиозная нетерпимость. Может быть, банальные территориальные споры. Но фишка в том, что сценаристу даже не обязательно доносить до игрока какую-то высшую правду и истинную подоплеку событий. Но совершенно необходимо показать, что именно думает Эбби относительно происходящего. Ведь она живет на этой войне. Вспомните цельнометаллическую оболочку. Среди солдат есть пофигисты, есть идеалисты, есть скептики. Но все они люди. А Эбби – это какой-то робот. У нее просто нет своего мнения. Ну и наконец о финале, где Элли, покрошившая сотни человек, чтобы добраться до Эбби, вдруг ее отпускает. Дракман говорит, что Элли делает это потому, что внезапно понимает, что месть – это наркотик, и с него надо слезать. Вот Элли и слезла. Хотя чуть раньше тот же Дракман отмечает, что томстить за Джоэла для Элли – это вопрос чести и восстановления справедливости в мире. Так что, чтобы пощадить Эбби, Элли не просто борется с ломкой, а в буквальном смысле идет против всего того, во что она верит. На ровном месте, даже не поговорив с Эбби по душам. И происходит это просто потому, что Дракман считает, что мстить плохо, а Элли хорошая, и поэтому в конце должна поступить хорошо. В этом вообще проблема Дракмана. Сценаристов учат, что нужно придумать персонажей и обстоятельства, после чего позволить истории развиваться органично, лишь изредка подталкивая ее в нужном направлении. А Дракман придумал развитие истории в отрыве от персонажей, после чего начал утрамбовывать имеющихся героев в свои задумки, не считаясь с уже сложившимися образами. В частности, именно поэтому Джоэл так резко отупел. Джоэл из первой части никогда не расстался бы с оружием в присутствии незнакомцев и уж тем более не стал бы выходить на середину комнаты. Да, его все равно могли завалить, но он хотя бы умер в перестрелке, прихватив с собой половину друзей Эбби. Но это было бы далеко не так пафосно и трагично, как хотелось Дракман. Другой пример – обстоятельства. Вся первая часть была про то, что путешествовать в условиях зомби-апокалипсиса крайне сложно. Теперь Дракману это неинтересно, поэтому люди просто телепортируются из Джексона в Сиэтл и обратно. Группами, поодиночке, раненые, беременные – неважно. Надо – пройдут положенные тысячу километров и не почешутся. Внутри Сиэтла происходит то же самое. Чтобы добраться от базы псов до океанариума, Эбби приходится завалить несколько десятков культистов и зараженных. А на следующий день точно тот же путь беременная Мел проходит без малейших проблем. Наконец, Дракман не стесняется грязных приемов. Например, у Эбби отсутствует характер, а значит, игроку гораздо проще отождествлять себя с ней. А если говорить точнее, то приписывать ей свои мысли и чувства, благо собственных у Эбби нет. Так что противоречий не возникает. Или вот финальная схватка. Она настолько затянутая и однообразная, что по неволе думаешь – ну хватит же уже. И когда Элли прощает Эбби, тебе уже почти все равно. Ты просто рад, что оно закончилось. Что самое любопытное, изначально игра разрабатывалась с прицелом на то, что Элли таки убьет Эбби. И это прекрасно подчеркнуло бы тему зеркальности и цикличности. Потому что ситуация из пролога игры повторилась бы один в один. Есть Мститель. Раньше это была Эбби, теперь Элли. Есть Убитый. Раньше Джоэл, теперь Эбби. И у Убитого есть приемный ребенок, который рано или поздно захочет отомстить. У Джоэла это Элли, а у Эбби – малолетний культист-апостат-трансгендер Лев. И в этой ситуации перед Элли возникла бы дилемма. Можно поступить как Эбби и оставить подростка жить. Но тогда цикл продолжится, рано или поздно он пойдет и убьет всех, кто дорог Элли. Второй вариант – убить апостата. Но тогда Элли пойдет против себя самой, ведь ничего плохого он ей еще не сделал. И даже наоборот – спас ей жизнь в Сиэтле. И наконец, остается третий вариант – поступить так, как поступил в свое время Джоэл. То есть соврать. Пока апостат спит, похоронить Эбби, уплыть вместе с ним на лодке. А когда он проснется – сказать, что Эбби убили работорговцы. Но он теперь в безопасности и все будет хорошо. Особенно это было бы эффективно, если бы у Элли уже было что-то общее с апостатом. Например, они могли помочь друг другу на острове Серафитов, когда апостат сбегает от Эбби, чтобы поговорить с мамой, а Элли приплывает туда, чтобы спасти Дину. Короче говоря, у Last of Us 2 были все шансы стать хитом, если бы Дракман просто придерживался изначальной версии сценария. Но похоже, его укусила та же муха, что и создателей Игры Престолов. Поэтому Дракман начал ломать нарративные законы просто ради шок-фактора. И получилась такая каша, что объяснять свои гениальные задумки ему теперь приходится в интервью. А это ощутимый повод усомниться в его профприкодности как сценариста. На этом пока все. Не забудьте про формулу. Лайк, подписка, колокольчик. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!